Событие, необычайное по своей важности, произошло в Балакове. Территорию усадьбы первого городского старосты Ивана Мамина, которая находится в очень плачевном состоянии, начали приводить в порядок. И это до слёз растрогало тех, кто бережно относится к истории Балакова. Это здание уникальное не само по себе, как одно из созвездий нашего модерна балаковского. Бренд наш замечательный. Это, наверное, в провинции уникальное такое явление, сохранённый модерн, правда, в печальном состоянии, почти исчезающий. Но это ещё и связано с личностью владельца, который такое место занимает в нашей истории, что тут уже никаких переоценок просто быть не может. Это наш первый городской староста, который действительно всё сделал для того, чтобы Балакова из села превратился в настоящий город. Город, в котором живут здоровые, культурные, образованные люди. Вот это было целью всей его практической жизни. И я думаю, начатое сегодня уже не заглохнет, не погаснет. Благоустройство территории памятника архитектурного наследия провели в рамках пилотного проекта с привлечением волонтёров молодёжной инициативы. Организаторами акции выступило агентство по управлению памятниками. Для нашего филиала это первый сегодня такой пилотный проект. Мы начинаем именно на этой усадьбе. Она у нас в оперативном управлении с 2017 года и находится в одном из самых плачевных состояний из наших объектов. Поэтому решили начать здесь. А вообще планируется провести ещё такие акции в музее усадьбы Чернышевского, это в Саратове, в Пензе, на месте приземления Гагарина на Алексеевском городище. Около 20 человек трудились несколько часов для того, чтобы внутренний дворик усадьбы приобрёл более-менее приличный вид. Когда волонтёры вырубили заросли, открылась красивая стена. Сто лет назад она служила элементом декора возле бассейна, оборудованного в саду. Здание пропитано историей изначально. И оно до нас дошло, и мы не имеем права, на мой взгляд, опускать руки и передавать нашу историю, забывать о ней. Мы должны передавать это с поколения в поколение. Это важно для всех. И хочется, чтобы как можно больше людей смотрело на это здание и не видело в нём какую-то разруху, а именно уже извлекало из неё определённые правильные исторические, наверное, выводы. Представители агентства осмотрели и саму усадьбу. Конечно, вид и снаружи, и внутри довольно отталкивающий. Некогда просторные залы превратились в крохотные кабинеты бывшей поликлиники. После закрытия медучреждения в комнатах жили бомжи. Неоднократно возникали пожары. Лестницу на второй этаж завалил массивный шкаф. Некоторые перекрытия между этажами разрушены. Чтобы восстановить здание, даже по минимальным подсчётам необходимы десятки миллионов рублей. А ведь нужно ещё и сохранить исторические элементы. Не секрет, что очень многие объекты культурного наследия находятся в плачевном состоянии, к сожалению. Не всегда хватает средств. Да, это самая глобальная сейчас проблема. И поэтому вот такими акциями мы стараемся ещё привлечь внимание людей к таким объектам. Может быть, привлечь каких-то инвесторов, чтобы они могли вложить свои средства в развитие этого памятника. Фасад лицевой этого объекта, вот дверь, которую мы видим зелёная, очень красивая, это предмет охраны. Внутри, к сожалению, никаких достопримечательных уже мест не осталось. То есть там находились учреждения долгое время, это была и городская поликлиника, было очень много перепланировок, каких-то там предметов нет старины. А вот снаружи, да, снаружи нужно сохранить обязательно фасад в том виде, в котором он был, и дверь. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы внутри это было всё равно в гармонии с тем фасадом, который будет восстановлен. Если не найдётся инвестор, то уже года через два-три красивейшая усадьба Ивана Мамина пройдёт точку невозврата. Здание разрушится настолько, что восстановить его будет практически невозможно. Поэтому и затеяли акцию по благоустройству. Ухоженный вид более располагает к покупке усадьбы. Мы ищем здесь частного инвестора. Возможно, мы будем пробовать использование такой федеральной программы, как «Аренда за один рубль». Для того, чтобы пользователь, зайдя сюда на этот объект, после аукциона, который будет определён пользователь, после реставрации, там будут жёсткие сроки, семь лет для проведения ремонта реставрационных работ. После этого он берёт этот объект и пользуется им уже один рубль, будем исходить от начальной точки, один рубль за объект. Представители агентства отметили, что как раз сейчас идут переговоры с потенциальным инвестором, который может вложить необходимые средства в сохранение усадьбы Ивана Мамина. И теперь нужно доказать ему, что восстановление исторического здания действительно важно.